Я вас люблю всю жизнь и каждый день. Вы надо мною, как большая тень, как древний дым полярных деревень. Я вас люблю всю жизнь и каждый час, но мне не надо ваших губ и глаз. Все началось и кончилось без вас. Я что-то помню. Звонкая луга, огромный ворот, чистые снега, унизанные звездами рога. И от рогов полнебосвода тень и древний дым полярных деревень. Я поняла. Вы северный олень. Здравствуйте, дорогие телезрители канала Энди Лайон. Я настоящий финский олень из Лапландии. Неоткуда-нибудь из Лапландии. И я приехал в Россию. И знаете, куда мы с вами отправимся? Мы сегодня с вами отправимся в город Таруса. Потрясем всех своими рогами. Боли, ты в шоке? В общем, всем большой привет. У нас очередное путешествие. Не успел я, как говорится, вернуться из Норвегии, с Финляндией. И вновь я уже в пути. Но в этот раз не один, а со всей своей огромной семьей. Потому что это действительно что у нас? Это первое настоящее путешествие Полины. Но мы уже едем час. И час мы едем по нашему району. Мы стоим в пробках. И я расстроена и зла. Мы никак не ожидали, что 12 октября, уже вообще осень. Уже какие дачи, такие пробения просто. Я даже когда вот недавно точно таким же путем ехал на слет под рюкзаком, близко такого не было. Близко. Давай развернемся, поедем домой. Позвоним, мы все отменим. В общем, у нас в семье наметились скандалы, раздрай. Поэтому сегодня давайте просто по-тихому доедем. И все уже будет завтра. Вот. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Никакая Она была очень слая, очень слая. Короче, мы здесь, в Тарусе. Вот такая у нас, значит, здесь квартирка. Ну, это на самом деле домик. Домик имеет два входа. Короче говоря, два номера, или как это сказать? Я что-то по-русски разучился говорить. Ну, как таунхаус, что ли? Такие здесь прекрасные люстры. Там у нас спит ребенок. Там вот спит ребенок. Здесь, значит, такая кухня. Кухня. Здесь есть чайник. Но мы, как всегда, со своим. Холодильник. Вот как в целом выглядит комната. Значит, здесь у нас такой холл. Такой маленький коридорчик. Вот вход в комнату. Здесь ванна, туалет, санузел. Уже все с ремонтом. Новая сантехника. Это единственное, что здесь ремонтировано. Но нас об этом предупредили. Дальше, или точнее в самом начале, нас встречает предбанник. Вот такой предбанник. Здесь холодно. Это не отапливаемое помещение. Но оно такое полухозяйственное. Вот здесь можно хранить всякую снеть. Коляску мы здесь хранили. Ну, в общем, жить здесь нельзя. А вот в качестве какого-то хозяйственного помещения очень даже удобно. Вот и выходим здесь на крыльцо. Такое крылечко. И это у нас коттеджная улица. Здесь находятся коттеджи. Некоторые уже такие отремонтированные сайдингом. А некоторые все еще в староторусском стиле 19 века. Около каждого коттеджа есть беседочка с мангальчиком. А вот это вот место для парковки. Ну, на самом деле, на 15 минут. То есть, приехали, разгрузились. Вот там наш домик. Вещи закинули. И туда дальше, на парковку, отвезли машину. Ну, а там, собственно говоря, основное здание. Мы сюда идем в кафе. Ну, вот мы и позавтракали. Давайте пройдем... Все, все, идем. Идем сейчас. Пройдемте на пляж. Мангусы есть, на самом деле. Нормальный. Не там вот. Тут как бы... Тут не считается, а этот нормальный. А здесь вот, чтобы к реке спуститься, нормально. Вот нормальный пангус. Красота-то, ребята. Осень. Та самая русская, за которой я ездил в Финляндию, она вот пришла сюда спустя три недели. А у нас продолжается экстремальный спуск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Это клён. Самое красивое осеннее дерево. КОНЕЦ. 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 Субтитры подогнал «Симон» Ну, собственно, как вы догадываетесь, мы все-таки доехали до города Таруса Несмотря на все сложности, несмотря на то, что уехали куда-то не туда Погода благоволит, на улице 15 градусов, вообще супер Аня сказала, что никуда ходить не будет, что она остается в машине с Полиной Потому что вот той мокрая голова Поэтому будем смотреть все со мной Потрясающе красивый гуру Не гуляет ветер, по оке гуляет Солнит весь ветер, лоза с окольцем, лоза Никому на этом свете Несчастья, непокоя Бьется колокол старинный На околице тарусы А на шее у Марины То ли камни, то ли бусы Доляки гуляют кони Волны катятся лозун Ну что? Все-таки Аня дошла Она сказала Окей, ничего страшного, что у Поли мокрая голова Я хочу посмотреть на Марину Цветаеву И она собиралась нам продекламировать Стихи Но не буду Очень много людей И я что-то стесняюсь, что ли Ох, как худо жить с Маруси В городе Таруси Петухи одни да госи Господи Исути У Марины на ладони Крест на линии Сатурна И любила, и любили Замирали над строкою Только не остановили Уолны над рекой Опоздали на смотрины И к огробу опоздали А под камнем у Марины Сон исполнен и печали В общем, мы в городе Таруса Третий раз вам об этом сообщаю Аня отказывается декламировать стихи Нет, я отказалась тут, здесь и сейчас Это не исключает возможности, что я сделаю это позднее В общем, народу немерено, просто немерено Я не ожидал, что будет столько туристов Ой, Андрей вообще ничего не ожидал Пробки, вчера он не ожидал Что мы так поздно выйдем, не ожидал Что памятник Марине Цветаевой перенесли, не ожидал Куда перенесли? Ну, судя по тому, как долго мы его искали Мне кажется, его прямо переносили Мы куда-то приезжаем, его тут же переносят Вот, еще не ожидал, что столько людей В общем, одни нежданчики Короче говоря, вечер просто обалденный Очень красивый, красивое освещение Очень тепло, просто нереально тепло И ветра практически нет Я старалась Да, молодец, Аня Мы не знаем, что делать Потому что мы очень поздно приехали Жалко терять такой день А очень хочется шашлык Завтра, по идее, такой же должен Да, да Но я бы вот уже была Поэтому, может быть, мы сейчас полетаем на Феде И отправимся Есть шашлык И пить Вино Ну, кто вино? Где опять окно? Ложик у нас такой, совсем микроскопический Ну, то есть, просто приехали, посмотрели, немножко поснимали Для вас напомнили о своем существовании Тем более, что вот фильм о Европе уже, наверное, выходит Или уже вышел Или будет выходить скоро Андрей уже не ожидает Ну, он не ожидает То ли выйдет, то ли выйдет Не пойму, да Будем летать на Феде? Да Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Заезжать нужно на вторую парковку, которая ближе к домикам, коттеджам И отсюда можно по тропи-тропи-тропинке Дочесать до домиков По чудесной лесной дорожке Ах, какие запахи! Да, у нас не очень много Курочка Слиная шея Филе куриное Приступаем к барбекю-пати! Стремительно вечереет А мать-то ваша, добычица Что добыла? Пока не скажу, потом остальное увидите Ой, у нас там беда Я только что был Коленька, все, сланка прошла Совсем темно Так, а у нас здесь во всю идет процесс Эх, так жаль, что не передаются запахи Пока полинозаврик спит Мы тут решили покушать Наконец-то все готово У нас интим, можно сказать Почти при свечах Вот Пережаренная курица Пережаренное мясо Ладно, все должно быть вкусно Это самое главное Я желаю всем приятного аппетита И спокойной ночи И звездного неба Ура! 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 А всем большой привет! Наступил очередной день Воскресенье Опять прекрасная погода продолжается В общем План у нас такой Тема Тарусу у нас раскрыта не полностью, поэтому мы сейчас рвем в Тарусу, посещаем еще несколько достопримечательностей и после этого едем домой. Мы уже позавтракали, время уже почти 12, идем к парковке. Планов конечно громадье и вот один из первых выводов, которые можно сделать по итогам этой поездки, конечно с ребенком все время увеличивается как минимум в полтора раза на все сборы и так далее. Это нужно будет учитывать, то есть голопом по европам точно не получится. Ну и вещей, вещей вы видели, их в два раза больше. Итак, мы едем в Тарусу. Чем примечательно Таруса? Город Таруса был образован в 1276 году, точнее это первое упоминание. Считается по археологическим раскопкам, что какие-то поселения здесь уже могли быть в конце 11 века. Достопримечательность, заправка в Тарусе с очень низкими ценами, ну по сравнению с Москвой, например. 92-й бензин 38-80, 95-й 41-80. По-моему это потрясающий факт о Тарусе. Таруса находится за 101 километром от Москвы и это значит, что сюда в 30-х, 40-х, 50-х годах и далее во времена Советского Союза ссылали политзаключенных, потому что им нельзя было жить в пределах 100 километров от Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов. Поэтому собственно Таруса и стала прибежищем всех Цветаевых, Ахмадулиных, Паустовских, Рихторов. Аня говорит, что это неправильно. Да, Цветаевы поселились на самом деле гораздо раньше. Вообще первая волна эмиграции в Тарусу и всякой интеллигенции различной, аристократической, состоялась еще в 1890-е годы. Потому что это было очень живописное место. Река Ака, среднерусская равнина, поля заливные, луга, леса, в общем красота страшная. А вторая волна эмиграции соответственно была в 30-х годах. Это вот такие вот любопытные факты о городе Тарусе. Еще один интересный факт заключается в том, что в городе Таруса были предки, отсюда были родом, предки Петра Первого. Сейчас не помню кто именно. Нарышкины. Да, Нарышкины. Они были родом отсюда. Запись о них есть в боярской книге 1600 какого-то года. Ничего не написано. Дверь закрыта на 100 замков. Я переживаю, что Оленька не спит. А мы ушли. Мне некомфортно очень. Ну иди к ней. Между прочим, видишь там какая-то мемориальная доска. То есть там видимо жил кто-то, у кого губа была не дура. Я вижу мемориальную доску. Будь сильным. Дому 40-350 метров или 120 метров. Вот это они молодцы. Там вон окошко на первом этаже. В этом доме жил писатель и ученый Корнелевич Виноградов. Вот он что делает, цифровый зум. Чудеса. Так, Аня почему-то не пошла к полю. Безобразие. А вы, если что, не переживайте. Машина наша, вот она. А воду на самом деле набирают тут. Все, едем дальше. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот мы идем к камню. Дорога тут так себе. Полный отпровод. Полный отпровод. Поля вырубилась. Мне кажется, ей не очень нравится наше путешествие. Так, а мы на верном пути, кстати, к камню Цветаевой. Куда-то куда уходит тропа. Почему здесь маска? И вот по этой тропе вместе с Полиной мы пришли к камню Цветаевой. Утверждается, что именно здесь хотела быть похоронена. Лежать. Лежать она хотела. Лежать она хотела. Дальше с осенью. Дальше с осенью. И улыбается осень нашей весне. Жизнь распахнулась, но все же, ах, золотые деньки. Как далеки они, Боже, Господи, как далеки. Хорошо бы спил. Я хочу, чтобы такая погода была еще месяц. Можно перебраться на юг. Как птица? Да. Ну что ж, вот и заканчивается наша первая поездка с Полиной в прекрасный город Таруса. Давайте подводить итоги. 586 километров, 38 из потраченных литров бензина, 12884 рубля. Это все цифры из головы, полная ерунда. Все, на самом деле, гораздо меньше. И километры, и бензин, и... Рублей. И рублей. Ну что скажет мама? Ну, вроде как все ничего. Теперь хочется вернуться домой. И после этого я окончательно выдохну и решу, что с Полиной можно ездить путешествовать. Мне не Полиной, мы не знаем на этот счет. Но она не очень довольна. В общем, все. Вот такой у нас получился странный немножко выпуск, без особой подводки. Ну, такая нарезка того, чего было. Но мы осень застали золотую. Правда уже, в общем-то, такой, мне кажется, ближе к терминальной уже стадии. Ну, я извиняюсь, у нас там народное восстание. Да. Поля тоже хочет сняться, но попозже. Попозже. У нас же не накрашенная. Да. Все. В общем, всем пока. Не забывайте подписываться на Инстаграм, на Ютуб. У меня есть Инстаграм, но там особо ничего интересного нет. В общем, подписывайтесь на мой Инстаграм. Правда, этой поездки там практически не было. Потому что было не до того. А мы бежим к Поле. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. Все это я уже говорил. Ну, никогда не лишним сказать еще раз. Спасибо, что были с нами. И пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. Спасибо.